Всем кусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать обратно в Dead Cells, 25 обновление и сегодня у нас будет очередной аспект А это будет аспект, связанный с ядом, изначально я вообще не планировал использовать этот аспект, проверять его И делать с ним забег, скажем так, посвящать ему серию, но подумал, что Все-таки, знаете, такой перфекционист во мне просит сделать серию с этим аспектом Он просто не имеет такие интересные свойства, как, допустим, какие-то, не знаю, предыдущие аспекты, например Там его было интересно разобрать, какие-то другие аспекты, которые меняют себе игру или что такое еще Об этом мы сегодня еще поговорим, и я подумал, что тогда, ребят, в этой серии сегодня мы с вами поговорим про... Про еду Я знаю, многие ждали В общем-то, ребят, такой пул у меня будет вещей Про это про все я проговорю Соответственно, в начале серии, наверное, у нас будет про аспект, про всякие такие детали Потом плавненько перетечем уже в другие темы, я думаю Как-то так, по традиции Такой, в общем-то, пул Забавно, да? Немного штурмового щита я решил взять себе Пускай будет, почему бы и нет У нас будет скин на Тейлора Скин сразу говорит, ребят Очень упорото выглядит, я его поставил парочку серий назад Сначала я думал сделать с ним серию сразу, а потом что-то заменил его на скин Рызарев стартового такого Ну, короче, посмотрим сейчас, как он... Что к чему У меня есть один вопрос Почему такая маленькая голова? Я не знаю, мне кажется ли она маленькая? Вроде как бы и нет Ну, может быть, в купе с лицом С глазами, с усами Такое ощущение реально, что она какая-то Раза в полтора меньше, чем должна быть Знаете, мое лицо, когда Леоми опять идет в химичной кухне, да? Такой, и еще Главное так, знаете, так Соли добавить, и такой ус прям так, знаете, почесывает Такая картина у меня сразу возникает В голове Еще писали один забавный момент Мол, спрашивали, знаю ли я про это Я решил это сейчас подрассказать в начале серии Я про это, честно говоря, мне кажется, что когда-то слышал Когда-то очень-очень давно замечал Но не... не... как это сказать Не воспринимал, что ли, так? Короче говоря, про один интересный, любопытный момент Дай сюда Который касается моба-подрывник То, что атака этого моба, она немножечко багнутая У меня когда-то давно-давно в серии был такой момент Когда я делал еще вставки в начале В начале-то где-то два года назад было Или около того еще Ну, как-то это тот момент Где я в начале серии показывал какую-то лютую Лютую непонятную вставку Давайте здесь выберем врага Подрывника себе, в общем-то Где подрывник на меня сверху-сверху вниз Подрывник это тот, который у нас такой летающий моб Очень неприятный поначалу у меня был всегда Вот он Где он по мне сверху-вниз ударял И я после этого, через секунду после его удара Я перекатывался и не получал урон Там было еще забавно Типа заметно вставлено Типа идеальный додж Все такое Прикол этого моба в следующем Да, как бы Он не попадает по тебе, если ты пригибаешься Но при этом работает это как-то нестабильно То есть я когда-то это замечал Мне когда-то про это говорили точнее Видите, он не попадает, если ты пригибаешься Но это не так сильно работать, как хотелось бы И причем я не знаю По какому именно алгоритму он попадает или нет Видите, сейчас он взял, он взял, по мне попал Так он тут само собой попадает Если ты пригибаешься, то Бац и промахивается Если ты попробуешь Оп Я не знаю У меня есть одна мысль сейчас возник Посмотрите Если я пригибаюсь практически в последний момент То он по мне попадает Если я пригибаюсь заранее То он по мне промахивается Нет, это не работает Я не знаю, как именно это работает Если ты под него чисто встаешь Чаще всего он попадает Но короче, вот такой забавный баг есть с этим мобом Когда-то я давно его замечал И его так и не изменили Я замечал его, типа Но не отдавал отчет, что это именно вот так Это работает систематически Почему так, почему это до сих пор не поправили Я не знаю Это не ко мне уже вопросы Но просто решил Донести к свизнению Мало ли кому-то это будет, не знаю Полезно, интересно и так далее Сегодня мы, собственно, играем с аспектом Токсикоман Его эффект мы сейчас как раз-таки посмотрим Он открыт со старту Его не надо даже открывать За какие-то там количество смертей и так далее Вот он Яд на вас больше не действует Более того, находясь в облаке газа Или еды или ями Вы медленно будете лечиться Будете медленно лечиться Просто это эффект исцеления Халява, казалось бы, да Но она никак геймплей мне практически не меняет Есть аспект кровопийца Который делает так, что каждая атака По истекающей крови целью Восстанавливает 3% от макс хп Это любопытно звучит Потому что Он позволяет себе выживать Но в то же время для выживания Он заставляет себя все-таки атаковать существа Атаковать монстра Так, у меня, соответственно Забег будет в тактике, да Я беру себе самострел алхимика Поскольку самострел оставляет облако яда по пути Оставляет облако яда в конце То есть, соответственно, я получаю такой эффект исцеления И получается так, что Например, предыдущий аспект, да Который на кровопийце у нас Я не могу его использовать без мобов Я должен рисковать Я должен идти в бой Для того, чтобы его как-то активировать То есть, осталось у меня мало здоровья Я не могу просто переждать И у меня, чтобы хп само восстановилось Я должен именно идти в бой И там уже его восстанавливать себе Реген там мощный То есть, при помощи этого Можно как-то раскрывать какие-то сборки Которые там, не сборки, скажем так А просто иметь немножечко другой геймплей Больше отхватывать Но более агрессивно действовать В то же время Почему таксикоман Это не то же самое И почему, возможно Таксикоман, знаете, он так, типа Реально, чтобы отбалансить просто здоровье Сколько ты Типа сам можешь контролировать Сколько ты хочешь лечиться Правда, он заставляет тебя, соответственно Брать именно конкретные предметы, да Которые облакояда оставляют Ну, либо какой-то пул предметов Если быть точнее Там, например, те, у которых Можно найти облакояда в принципе То есть, ну, в первую очередь Это самостоятельная химика, само собой, да Почему я хотел с этим забегом Забег-то все-таки сделать Я хотел поиграть с редкими предметами И как раз-таки попутно мы Поболтаем сегодня на сторонние темы Поскольку у меня как раз будет для этого Время в забеге Мне, собственно, нечем будет забить Болтовнёй о каком-то аспекте Время видоса Поэтому забью как раз-таки информацию Про еду и так далее Почему бы и нет Вроде как многим Это любопытно и приятно послушать Чпуньк Продаем Этот аспект может неплохо подойти Для исследования игры То есть, он меньше всего привносит Дисбаланса с точки зрения Изменения ощущений от геймплея Единственное, что он позволяет Он убирает в ноль практически цену ошибки Ты, конечно, тебе будет единственное Что лень лечиться каждый раз вот так Лечит, если что, он медленно Насколько медленно, я пока не знаю Надеюсь, что он лечит процентно От твоего хп Чтоб со временем он скелялся Зачем я сюда стучу Мне мясо нафиг не нужно Или глаз там Что на 50% хиляет, короче Не знаю, как ты по инверсу решил Постучать, называется Этот аспект позволяет себе изучить игру Если тебе сложность какая-то доставляет проблемы Ты можешь не меняя, скажем так, самой игры Как, например, если ты берешь себе аспект Какой-то на электричество Например, там, на огонь На что-нибудь еще такое У тебя сразу же ощущения от геймплея меняются У тебя хватает везде дамагу У тебя любая там сборка начинает люто разрывать У тебя мобы моментально помирают И так далее Этот аспект тебе ничего такого не меняет Но позволяет Гораздо больше изучить сложность То есть, если смотреть на то, как позиционируют себя аспекты изначально Что они нужны для новичков Чтобы погружаться лучше в клетку босса Да, и там, облегчить себе Себе процессы и так далее То, наверное, токсикоман хорошо подходит Другое дело, что я бы Предпочел у него какие-то особые условия исцеления Чтобы не надо было слишком долго ждать лечения Мы пойдем по ядовитым сточным канавам Там у нас есть яд В том числе мы можем по лужам этим бегать Единственное, что он меняет, да Он, соответственно, ослабляет плюхи Всяких недоитых мобов И убирает опасность умереть от яда В канавах, например, и в древних сточных Умереть от яда можно, разве что с проклятием, наверное Я не знаю, как это умудриться надо так С проклятием, конечно, яд совершенно опасен Тем более, что на него очень легко можно так навалиться Просто сверху не спрыгивая Можно взять себе такой, например Насокный свет и старается на меня Телефон на блокировку уходит Ну ладно, потом я разблокирую Потому что у меня тут фотографии, которые я хотел Попутно рассказать А то у меня сейчас У меня каждые 10 минут уходить так будет И мне постоянно тыкать на него, отвлекаться Не знаю, в общем, насколько будет удобно Почему я себе взял штурмовый щит? Я взял его для того, чтобы С прощальным подарком поюзать, может быть Если захочу Пока не знаю Из мутаций что мне надо? Ничего не надо Я на самом деле не знаю Поддержка, скорее всего, пойдет у меня на боссов Потому что у меня есть капкан в пуле Да и, наверное, да Пока я беру себе, короче, передышку Толку от большого количества стаков яда Практически никакого нет Он быстрее наберется Но он не дает тебе никакого бонуса Как кровоток, например Как и с электричеством Когда мы бегали с электрическими сборками С электрической сборкой Ну, со сборкой на фул электричество Просто у нас забег такой был Показалось, что портал Там тоже от этого было, на самом деле, очень мало смысла Поскольку, ну Электричество, оно не стакается Толку с того, что у тебя все предметы на электричество У тебя это никак не раскроет друг друга Аналогично у нас и с ядом получается Он у нас настакается Быстро настакается Стаки мне полезны для моего мили оружия Чтобы оно быстрее критовать начинало Но в целом это мне какого-то серьезного профита По большому счету не дает Единственное, что с этим забавно побегать Типа так упороться чисто в яд Не знаю, просто потому, что это красиво Оп Танец с ножами я взял У него, по-моему, я не помню У него есть аффикс на облако яда вокруг По-моему, нет У него есть отравление просто Да, и кстати говоря Мы в яд так-то прыгать спокойно можем Он нас хиляет Эффект, по сути, практически идентичен Эффекту амулета То, что яд не лечит вас Ой, не бьет вас, а лечит Только единственное, что токсикоман работает и от облаков яда Облака яда появляются только у нас Их нет, у врагов Они нас, соответственно, не могут, в принципе, дамажить никак Изначально еще Да Нормально так Ах ты, блин Все-таки одну тычку я пропустил Но она была глупая, на самом деле Мог не пропускать ее спокойно Это хорош Так, луки выпали высокого уровня Хорошо Предлагал мне сегодня Недавно один человек поиграет с самосрелом алхимикой Типа, в качестве челленджа Не особо понял я, в чем челлендж? Потому что, типа, оружие одно из лучших в игре, наверное В целом, отлично как и саппорт Так и как основное нормально выступает Более чем его дамага хватает везде Кинул яд и пошел гулять дальше А тут у меня аспект как раз-таки У него подходит И вот есть, обратите внимание, на наш отхил Ну, он По проценту хил Ну, кстати говоря, не так плохо хиляет Просто я почитал на всякий случай Про аффикс на амулете Который тебя лечит, да? Там есть два аффикса Есть такое, что яд на вас не действует Есть другой аффикс, который Яд не лечит Ой, не отнимает у вас здоровье, а лечит На самом деле, казалось бы, типа Я сам против таких механик, знаете, которые Например, вот есть Одно оружие, да? Которое делает какое-то определенное свойство Есть оружие, которое абсолютно то же самое Но с каким-то еще бонусом Ну, либо как вот этот аффикс, например Один полностью заменяет другой Во всех ситуациях, казалось бы, да? Но у них есть небольшая разница все-таки Чем первый аффикс должен быть лучше? Я, кстати, этого не проверил, на самом деле Сейчас не прочитал эту информацию Не уверен в ней Но должно быть так, я думаю Если тебя не интересует Тринадцатая минута Блин, а я не знаю, какая минута у вас Просто, ну, чтобы вы опять же понимали, ребят Вот у меня 13.39 Я не знаю, как это так работает Просто у вас это может отличаться Потому что я вначале некоторое время Я включаю запись Потом, не знаю, там, попью водички Попересматриваю, там, по Альта Буду сюда-сюда, чтобы перепроверить Что запись у меня идет и так далее И какое-то время у меня проходит Но это опять портал на, по факту, 13-й минуте Типа, а, кстати, у вас может быть именно 13-я минута А у меня, типа, 13 с чем-то Может быть такое, я не знаю Сколько это мне сейчас? Вот, я на вас не действую, кстати говоря Чем этот аффикс лучше Другого? Казалось бы, типа Ну, тут такой, на самом деле, эффект Не сам аффикс лучше А если рассуждать об амулете в совокупности Я бы сказал так Дело в том, что в клетках И во многих принципах такого рода игр, да Баланс так распределяется Там по всяким модификаторам Не знаю, по насыщению на этажах Например, по монстрам каким-то Вычисляется Есть какой-то условный Условное, не знаю Число Число очков Которое имеет предмет И они у него распределяются на все вот эти вот модификаторы Соответственно, чем мощнее модификатор Тем он потенциально больше требует очков Соответственно, у тебя не может предмет попасться С целой кучей мощных модификаторов Чтоб они все были вот Топово-топово-топовые Ну, уж Вы меня, короче, поняли Надеюсь Как и то, что у нас, например, мобы Они тоже везет какое-то определенное количество очков У нас не может быть На платформе 5 рампейджеров Там есть определенные закономерности По которым, типа, он не может окопаться Как и не может просто заспавниться Целая куча мобов Разных, там, не знаете Которые много весят По очкам Даже если есть разные мобы Просто потому что У платформы Сколько там, например, есть очков для спавна мобов Сколько на ней может расположиться Разрешено Больше попасться там не может Они могут распределиться Соответственно, по разному как-нибудь не знаю условно говоря так так и здесь у нас аффиксы распределяются по вот этим вот очкам и аффикс на лечение от яда он требует там что-то 70 очков или что такое еще типа так это сухие числа мало о чем говорят на самом деле тем более не знаю сколько дают другие примеры аффиксов но вообще помогут дофига там я другие смотрел там разные афиксом типа там 20 30 там 50 самое дорогое что там стоит например этот стоит 70 то есть я предполагаю что аффикс на защиту от яда на амулете он требует меньше очков для амулета и у тебя количество аффиксов все равно останется тем же по большому счету да она зависит от левела от того что у тебя почти все очки амулета ушли на какой-то один аффикс у тебя вряд ли ну количество аффиксов суммарно останется тоже просто у тебя качество других аффиксов скорее всего может быть ниже как то так то есть если бы например прыжки требовали там двойной прыжок требовал например 35 очков одинарный стоил 20 очков то двойной прыжок с лечением от яда в одном амулете попасться уже не мог бы но это я так для примера просто если если бы это было так если у нас конечно в запасе максимум 100 очков на амулете например ну я думаю что количество очков на амулете кстати говоря может скорее всего с левелами тоже повышаться еще и количество аффиксов количество очков то есть получается красивая взлетел сюда 5 5 все готово брать получать такую же урон надо я помню как в одной из первых кита серии у меня может первых двудесятках наверное не знаю я получил краска валет и изредка вот так вот время от времени хилялс как раз таки в луже сидя и там влечение у этого амулета было этого аффикса точнее было написано что типа два за тикану хиляет себя вот поэтому я предполагал что может быть этот аспект тоже будет хилять себя очень плохо если там механика идет тоже но по-моему он меня сейчас неплохо либо там все-таки информация написана на вики ананглоязычный изначально и отхил а со временем как-то у тебя бафается с параметром например или еще чего такое понятия не имею как это именно может в теории работать доставим покажется кстати говоря аффикс на 50 процентов урона при фулл хп это для нас сейчас хорошо потому что работает у меня стабильно я могу легко его активировать в общем-то аспекта я предварительно уже могу некоторые выводы насчет него сделать хорошо подходит для новичков если вы хотите просто изучить новую клетку босса совладать не привыкнуть а потом уже то есть когда вы научились получше там играть постепенно уменьшается количество ударов получаемых то есть если вы играете без этого аспекта вы допустим умрете на втором этаже дальше информацию даже не потрогаете пока вы не научитесь со вторым этажом совладать вы дальше не пройдете получается с этим аспектом вы можете сразу троить все сразу везде тренироваться с этой точки зрения если пользуется им так то в принципе неплохо другое дело что как же душно будет лечиться от всякого и все равно надо конечно делать какие-то выводы из косячков да и постепенно просто уменьшать количество получаемого урона чтобы этот аспект тебе все меньше и меньше требовался в принципе как то так так я беру себе прощальный подарок пока что мне бронерюкзак бронежопа мы предлагали назвать его бронезад мне нравится больше название бронежопа забавнее звучит потом возьмем следующий импутация я думаю как то так и погнали вообще-то дальше касаемо прошлого аспекта с игре мне писали очень интересный момент который я забыл про то есть я хотел начать или протестить можете не забуду в конце про то еще может забуду не знаю это просто спект был неумолимый который тебе не позволяет умереть пока у тебя есть роли эффекта он заработал совершенно забавно типа ты получал урон все равно пока у тебя роли эффект есть у тебя хп отнималась а предыдущий роли отсекался как при обычных обстоятельствах насколько я помню но при этом просто ты да ты серьезно что ли у меня просто дамага не очень много что токсичные мясо выносить вот таких вот на такой на ровной поверхности крабики крабики это мое тихо не пугай меня так тут меня от проклятия конечно это аспект мне никак не спасет чего но мне особо не то что не надо прокатиться остается на месте это как раз к возможно одна одной из на одной из того где новичок будет умирать если будет играть с этим аспектом если на хп ему будет без разницы то проклятие скажет ему не не одна плюха ты готов к с прошлым аспектом мне предлагали такую мысль интересную мне просто понравился заинтересовал то что тоже может играть от получения урона то что прокат такой я про это просто забыл про примеры этого оружия честно говоря это разряд молнии который если ты долго зажимаешь то он начинает себя дамажить соответственно вопрос как это будет работать с этим аспектом чертова знает как именно это на на деле будет работать это хорошо работать будет если ты используешь сначала вампиризм а потом электричество пикачешь от этим потому что пока у тебя работает вампиризм у тебя хп не отсекается там так вот здесь с игре могли бы уже поискать причине вызывает отравление может нет кого пока не зачем урон по яду мне на облако яда даже не надо искать на капкане в кого-то веки да мне просто ну и так будет верьте я сейчас хорошо пока что же не станет с ножами я думаю и почапали 5 так что там у нас шпаста щит здесь мне он не особо нужен как просто с этим с этим оружием получается так что ты получаешь урон постоянно сам забавно как птица элитная может быть с этой способностью проще чем обычно потому что она ждет появление этого электричества пока она пока она появляется она ничего не может делать мог не атакует чуть не откатился часа в плюхе инвизитора по глупому там была секретка не могу я уйти услышав при этом звук даже с нами не нужно это не важно так вот вопрос возникает том что ты получаешь урон у тебя появляется ралли эффект от этого разряда молнии но ты дамажишь сам пульса самым в том числе я вот эти не знаю как это именно работает в обычной ситуации ты дамажишь когда у тебя крана электричество красное электричество уже ты восстанавливаешь себе часть хп при помощи ралли или нет никогда мне не приходилось с этим сталкиваться по моему особо это что убит он сейчас и говоря станет опять неуязвимом да и а какое мерзкое место понятно так разобрался литкой отлично просто если получаешь он разряда молнии сразу будешь его захиливать при этом пока у тебя ралли эффект действует ты не ты должен быть ты не должен до конца умирать я думал насчет того именно что как это можно плейк поэксплуатировать позволит ли это на халяву вот так бить но даже если у тебя будет восстанавливать хп у тебя она будет сразу отниматься и ралли эффект отсекаться предыдущая часть там плюхи очень постепенные такие поэтому я даже не знаю но если ты используешь заранее вампиризм у тебя все превратится хп в ралли ты включаешь красную молнию ты преднизим у тебя тогда будет отхиливать часть хп и сразу отниматься она тоже блин я не знаю но это было бы любопытно просто протестить как это именно работает с разряда молнии просто посмотреть хотя бы в конце серии может быть здесь не забуду то я это сделаю к любопытный высотчем о чем у меня об этом оружии как-то прошлый раз я совершенно не вспомнил так что-то я еще хотел рассказать по моему касаемо этого аспекта да уж если честно не помню смотрел алхимика не знаю даже какие мне сейчас афиксы в принципе искать мне надо в идеале брать оружие такие которые оружие навыки из из моего пулу те которые изначально не отравляют потому что они хотя бы как-то могут усиливаться от яда как тот же капкан как также тот же танец ножами а и да я же я же луж не боюсь я могу не был дыхаться процесс конечно сомнительно то есть вроде аспект сильный потому что позволяет себе сколько угодно хиляться то есть ты на локациях гарантированно не должен сливаться только если внезапно там подряд не пропустишь да зачем или пас акций этот баф я очень-то взял забавно как у меня сам как его бомбы то все-таки иногда появляться будут сейчас да я правда редко буду им пользоваться таким таким образом папа держи из брони жопа вылетает пункт пункт еще защита нас получается червей при помощи этого этого счета я взял себе именно это чит потому что он я не помню нас обычный 4 также будут отражать правильно по он никакой эффекта не оказывает когда находится рюкзаке вот так могу ошибаться я уж плохо помню я давно с ним играл когда-то стопроцентно делал по нему полноценные выводы но сейчас уже забыл и кстати говоря мне на конъюнктивуса очень желательно будет капкан очень желательно потому что как конъюнктивуса бить мили хотя у нас телепортация есть не так уж он обязателен но в то же время нет смысла его не брать потому что мне то как его едко облака мне точно не понадобится я-то у меня будет стабильно ним работать касаемо когтей кстати говоря с ним по делал всего лишь одну серию из не ошибаюсь потому что ну типа я не знаю где их еще можно более-менее полноценно использовать чтобы раскрывать их особенность им любом случае они критуют при яде но при этом я да надо 5 штук и на таки это не на обычных богов его достаточно долго либо ты вообще забиваешь болт на их кариты на мобах либо тебе надо его настать и быстрее чем мог ну чем что-то успеет сделать ли почему он умирает и настакивать так быстро 5 яда разве что с москве алхимика и остается тебе поэтому такой очевидный точнее связка получается у нас либо может пользоваться его телепортацией на что он веселый в этом плане и куки мне вот эти ядовиты я не считаю их очень сильными какими-то но это одно из моих любимых оружие то что она очень интересно смотрится и конечно с ним безумно комфортно получается так вот играть когда у тебя ты так легко на накидывается и вот у тебя даже сейчас мне криты не понадобились если говоря но потому что у меня и яд сам по себе сошли больно бьет некоторые я помню как-то рассуждали с кем-то в дискорде человек говорил что куки прикольные но дамага им не хватает и я бы на самом деле так если посмотреть вот им нужны криты для дамага пусть там 90 у них вам дпс без критов что совсем ни о чем и 150 критовый дпс что на самом деле тоже не скажу что прям фантастически много как-то типа есть оружие которых намного больше дпс но это надо учитывать что это не весь профит этого оружия но во первых сама по себе очень комфортная а удобная анимация все-таки дорогого стоит на мой взгляд измены продаем но притягивается к врагу такая халявная просто вспышка дополнительные без урона правда красиво бомбочки специально сейчас так на раскидывал тут мало то что них удобно аниматься они еще и сами у них все-таки яд есть надо не звать про это и я у них течение на 15 секунд накидывается накинул яд ну 15 на самом деле это не так уж и не так уж это надо то что до долго действует не дает существенного профита для яда не будешь от него бегать не знаю 15 секунд на хрен и при этом по привычке я все равно здесь бегаю я могу так сделать себе привычку типа папа я я лечусь я не знаю как вызвать выглядит на самом деле как я не буду говорить как что кто смотрел последней серии по нойте вспомнишь вспомнит с чем я смешивал лаву и получал золото дураков так называемая жидкостью которую я за 250 часов встретил единожды впервые вообще и похоже на это если честно говорю загадками непонятными да так и знал сейчас от хочу три живучести в амулете было в другой завек вы мне это другую серийку было бы вообще то что надо так беремся тактику я пошел из-за этого раз можете себе собственный яд есть что еще есть таких косвенных моментов делать паспект он немного ослабляется еды литых врагов то есть скорпионов и метателей ножей они с яда соответственно себе не будет носить урон что приятно но в целом мелочи я бы сказал они встречаются далеко не везде пока ты до проклятистом до этого дойдешь до хвори чтобы они спавнились опять же там я не в каждой серии принципе от них хотя бы одну плюху от хвату от скорпиона так и вообще там не знаю раз 20 или наверное от них редко получаешь урон такие простые по атакам враги хотя казалось бы мили атака у них резкая но когда уже к ней все давно давно привык да уж не один раз от нее отхватил еще кучу лет назад что сейчас конечно не не столь страшно можно чередовать так разный яд у меня едко облака дает между прочим я от всего лишь на 2 секунды эффект типа сама облака весит долго а вот я действует не очень много времени у нюкс и кровотечение отравления по 75 урона в секунду я вот не помню как это работает с кровотечением что типа ему получается выгодно чтобы она работала долго потому что теоретически опять же потому что кровотечение на тебя из 5 стаков набираешь то но наносит весь урон который должен нанести за время своего действия соответственность кровотечение у тебя наносит допустим 100 урона действует 305 секунд сторону в секунду до или она у тебя наносит 50 урона но длится 15 секунд соответственно второй вариант должен при взрыве кровотечение нанести больше урона полтора раза теоретически так у яла такой фигни у нас нет нет у нас просто от своего эффекта он по моему распространяется на руку близко что такое облака яда что ли появляются от убитых врагов не слишком мне нравится эффект яда не слишком нравится именно с точки зрения того насколько он полезен для меня есть горячий напал мафикс поджигает землю вокруг нас есть у облака яда у меня есть поливание напалму то что я это возьму себе это будет работать а куки мы возьмем себе да пока никакие из этих огненный след по крови урон кровь у меня есть кстати тоже это стабильно обработало магазин закончился слишком маленький у меня пул судя по всему был включен для него так на этом мы вроде как с этажом с этим заканчиваем может там что взять я в итоге капкан так и не взял с одной стороны у меня конъюнктивус надо бы поймать для миль оружие так будет удобнее да с другой стороны у меня оружие портелепортируется к нему но если у меня не будет почвы под зим под землей хотел сказать почвы под ногами то все равно бить его с телепортацией с этим будет не очень удобно я точно ничего не забыл могов со звездочками не вижу все погнали на выход тогда носкин конечно порты у нас на тейлора на портного если что-то скинуто этом вначале что-то забыл его показать как он выглядит оригинале но его голова там побольше по крайней мере серьезно у нас глава почему-то очень маленькая я думаю что после этого боссом может быть я начну потихонечку говорить про еду про то что я недавно готовил например на кухню меня было еще может помнить я давно я говорил о кстати возьмем еще давно оставалась еще одна история с готовкой тоже но которая говорил что я попозже расскажу она у не все еще так и осталось и так и не нашел время еще может быть она у меня будет в серии с аспектом на удар сверху вниз не знаю так а пока на этом вроде как мы по аффиксам да все так двигаемся на конъюнктиуса без урона у меня нет какой-то задачи вынести можно сказать про этот аспект еще кстати то что например на 5 бисе если кому-то старает проблему именно это клетка босса и вы используете аспект для освоения ее то тоже можно сказать что этот аспект не такой бесплатный потому что а да 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 кстати блин а прикольно а мы прям его жестко преследуем я не думал что он так так хорошо телепортирует телепортирует к нему прямо будет мне нравится готовы еще один можно сказать что у тебя типа будет хворь набираться но давать на чистоту в этот сам как и на локациях есть очень много мест где хворь не где таймер не идет это сундуки всякие это магазины всякие такие ключевые комнаты там у нас таймер не идет и ты спокойно можешь там безнаказанно получается сколько угодно проводить время поэтому это мне кажется абсолютно не не будет аргументом здесь у меня кстати говоря наблюдатели могут обратить внимание что у меня опять что-то дофига статусов статов до 17 параметров потому что у меня был двойной параметр на тактику у меня амулет на две тактики и у меня был этот сам как его еще портал испытания дополнительно поэтому я собралось уже так много спитков первому боссу амулет две тактики до 2 тактики меня как-то так у тебя казалось бы до параметров прям таких серьезных у меня не то что много было у меня хп маловато правда за счет этого выходит все готов конъюнктивус в общем-то никакой порвали как же хорош как же хороши клыки я прямо от них они геймплей на одну из самых интересных оружий по моему меня язык не повернется назвать их словами я бы их оценил типа так не вестир по силе да ну а вполне уверенно я бы их отнес прикольные аффиксы красивые ничего не скажу но нет мы прикольнее все-таки учитывая что у меня выше уровнем еще древнющий храм по мы там были прошлый раз блин а здесь будет только кладбище да я пошел на деревне на своих на самом деле чтобы не было проклятие что я мог спокойно разговаривать а и после кладбища я еще и полин я же не попаду сюда я же не попаду отсюда я даже по таймеру спел кстати две тактики кстати доп прыжок есть я же не попаду отсюда в часовой башню да хотя мне на хранительность не то что сильно надо явно гиганты наоборот сходил так что мы пойдем скорее пещеру танца с ножами у легендарки я по-моему нет какого-то интересного легендарного аффикса и мне толку с него сейчас не будет я на нем не найду аффиксы подходящий для себя скорее всего я не буду брать его полем значит на кладбище начнем потихонечку говорить я думаю а там как будет проклятие так надо конечно отвлечься я надеюсь что она мне не прервет мои рассказы в общем-то где-то недели две назад мне подписчик писал под видосом по-моему про про проклятый забег про мою первую попытку еще не там где нарезка да а там где был просто где я формате серии такой типа на релаксе взял такой пошел с проклятым мечом играть и такое попробуем куда-нибудь зайдем это по-моему до замка дошел правда меня на запись делается часа два наверное суммарно может даже больше я там часть вырезал само собой пока доходил по новой потому что умирал в том числе не суть он мне по той серии почему-то написал что тоже смотрит обломова и написал рецепт как он собственно сам делает сам дошел сам делать сам картошечку с яйцом и прочим и как-то мне так я такой вспомнил типа я что-то подобное делал но делал это типа но как-то иначе не задумывался особо по частям точнее часть из этого рецепта делал скажем так а все совокупности нет и мне что-то понравилась идея то чтобы телепортации этих через шипы вот так вот напрягают немного я решил попробовать правда мне не все ингредиенты были дома он написал что как он делает замешивает помидорчик помидор нарезается замешивает с яйцом как я понял далее он обжаривает картошку потом дальше он когда картошку там почти доготовился или доготовилась уже целиком добавляют туда конь там сосиски либо колбасы либо чего-то в этом духе да то есть к этому при жаре дополнительно и когда это все уже заготовится то залить это все нашим будущим соответственно омлетиком и шинкой ну соответственно яйцо взбить само собой получается которая с помидором это все залить и получается у тебя такая что картошечка прижаренная до пожаренная с какой там колбаска чем таким еще и туда заливается это все яйцом с помидорчиком и получает слепота на самом деле я люблю бывает яйцо готовить знаете так типа омлетик если говорить именно как всегда типичные клетки да за что их многие любят на экране происходит полнейший звездец который приличными словами трудно описать алиоми такой говорит про картошинку про ищенку и так далее да так что то в этом есть согласитесь да не планово так не то что в рубрику какую-то стала но как-то именно в клетках это в тему вписывается так и стал уж не отъемным еще неотъемлемой частью некоторых забегов вот в общем то я делал ящик я обычно делал так что сначала я помидор зажариваю то есть немного так чтобы пустил свой сок а потом уже заливают яйцом ну там тоже можно колбаска да хорошо или там сосиски соответственно если что-то мы что-то такое у вас есть тут немного иначе делалось так мне понравилось и мне понравилось именно в первую очередь то что типа вот попробовать захотелось картошку прижарить и и залезать так яйцом у меня проблема то что не было помидора во первых в итоге я решил собственно налил маслица подсолнечного обычного добавил туда как обычно свои специи любимые какие-нибудь я не знаю как именно хорошо плохо специи сочетаются знаешь на меня с розмарина допустим сочетается хорошо классика жанра да все такое там допустим какой-нибудь рис сочетается ай как он называется то вылетел на хрен из головы с барбарисом в барбарис есть такая специя вот типа рис мол с ним сочетается хорошо да у него так не прерывается поэту после парень не стоит продолжать его атаковать вот так продолжает очень подло получилось бы сейчас если я остался там вот я не до конца знаю какие специи с чем как что сочетается я просто добавлял те которые мне очень нравятся и вам также рекомендую я добавляю просто обычно тимьяна если есть розмарин у меня розмарин иногда есть на заканчивается регулярно тимьян там либо чебрец он по-разному называют то как базилик я раньше не особо любил я его в принципе в свежем виде я не особо люблю а вот сушона в принципе да господи ты блин как так можно было отхватить сейчас но цвет наглядно может ответить на эффективность нашего отхива вот примерно так он по процентикам намки нас хиляет причем забавно смотрите я стою на месте меня не хиляет не хиляет я попрыгиваю меня хиляет это именно у едко облака такая фигня нет пересерить проверил еще типа он почему-то хиляет верхней части своей меня даже было предположение что может быть он только сверху яд накладывает я не знаю до конца уверенно сейчас сказать не могу мы просто забавно так получается вроде не должен так работать но по крайней мере хиляет у меня только снизу вот только наверху как его базилик я небольшой фанат зелеными листьями прямо так добавлять у меня папа любит так как сверху прямо накидать мне как-то его аромат отдельно чистого такой едкий его не едкий а вот такой прям сильный запах базилика мне не особо приятен а вот как специи немного мне его нравится как сушеное видео так вот именно масса допустим добавить ну что я добавлял типа там розмарин тимьян базилик и иногда бывает орегано добавляя который там он вообще нахрен не сдался но просто красиво выглядит я такого прикольненько орегано по моему на всякие булочки хорошо и так далее как сабвей например том же булочки с орегано посыпанные сверху идут да прикольно так просто одна кнопочка такая тык 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 и эта штука тебя тянет по телепортации куда тебе надо так как где у меня порту сундук остался вопрос он не может оказаться у меня в той зоне спокойно может я просто хочу в пещерах снимать если честно совершенно нет никакого желания естественно здесь берем проклятие дальше уже продолжим я надеюсь что меня ничего не прервет моих рассказах так тактика 7 тупичок погнали за дверь наверное сходим может быть надеюсь что здесь будет какие-нибудь более-менее безопасные мобы а сейчас глетки босса держи самые безопасные мобы у меня карта еще не открыта кстати поэтому неизвестно где меня что поджидает я не буду спешить нафиг надо так берем себя амулетик еще один моб такое прямо напряжение я максимально не люблю прерваться когда я рассказываю о чем такой агиде например максимально не люблю прерваться на что-то потом такое если я помру например делать какую-то паузу после этого соответственно есть все отлично и до спасена это мои рассказы точнее а кстати у меня есть есть другой вариант маршрута какой-то у меня здесь прямо много вариантов маршрута у меня заброшен склеп есть и что-то еще это бессмертный берега или что или нет заброшен склеп я сейчас не хочу там будет тоже проклятие который меня отвлечет вот так вот собьет смысле возможно так вот добавляет спицы обычно так немножечко разогрев подогреваю масло чтобы они немного немного масла скажем так это спец отдало и потом туда закидываю собственно картошечки на такое на приличный вполне себе гонек фотографии все потом между этажом перед гигантом скорее всего где-нибудь ставлю когда будет удобно и папа подведу некоторые итоги закинута картошечку и у картошки есть такой прикол что ее помешивать лопаткой или какой-нибудь вилочки чем таким еще не очень хорошо потому что она вся раздалбывается постепенно особенно когда уже такая начинает потихонечку подготавливаться когда она еще холодная соответственно от нее такого не будет я примерно так кубиками и порезаться большими я старался с кубиками не хотел мелким потому что ну будет блин сплошная корочка я хочу чтобы она таким кусочком нормальной было желательно резать примерно одинаково что прожарился адекватно но иногда это проблематично да здесь бессмертный берега у меня есть маршрут есть заброшенный хлеб а я пойду в логово гиганта пещеру в любимую локацию новичков кто обычно не ходит и гиганта и тут им предстает 4bc пройти открыть пятую клетку и приходится идти в пещеры до нести гиганта до этого не убивали еще так мы вроде ничего не забыли еда нам не нужна мы не питаемся мы слушаем только про еду в общем картошечка я порезал закинул туда на сковородку на таким на не на сам большой огонь но такое на средний вполне себе можно даже чуть ближе большому чтобы он так подзолотилась корочка нормально у них и раньше мне казалось это дико трудно знаете типа так переворачивать сковородку я еще жестикулирую зачем-то вам вы этого не видите это очень странно выглядит я перед микрофоном одной рукой держу геймпарт второй жестикулирую как я держу сковородку да подбрасывайте картошечку до сюда чтобы просто перемешать что так вы ее никак не раздалбываете и она при этом вся идеально вот постепенно так покрывается маслом покрывается специями и постепенно начинает выглядеть очень приятно слез на пару раз так поперемешивать так чтобы она со всех сторон специями обвалялась и просто вот так поджарить ее хорошенько можно его по-разному перемешивать то есть если вы перемешиваете и так то по моему можно что часто что редко перемешивать ее без особой разницы есть если же помешивать чем-то вручную то часто помешивать ее нельзя потому что вся раздолбается совсем план пойдем отсюда вот так сделаем красиво я честно говоря не рассчитал что получится я хотел так сделать но не думал что у меня получится идеально так за затянуть на фейспалма я думал что я за баючи ловушку но фейспалм туда не затянет однако же получилось и здесь я не удержусь и сделаю вот так кстати говоря забавный факт что сейчас из моба вылетела граната то есть убийство моба вот такие вот ударом посчиталась дальней атакой что ли не уверен до конца постепенно картошечка прижаривается где-то в конце естественно с не будет так идеально что типа с одной стороны прижарился всю картошку идеально на вторую сторону переложить часть останется типа часть переложится часть не переложится какую-то я просто потом аккуратненько либо вилочкой либо чем-то еще таким перекидал на другую сторону чтобы она с обеих сторон поджарилась нормально как-то так я подзаморачиваюсь может кто-то скажет кстати говоря мы у фейспалмов ведь бочки можно тоже отражать потом я попутно с этим соответственно брал где-то три яйца может быть на несколько картошин я не знал сколько брать на самом деле смотрите на глаз наверное давишь на фразу на самом деле но я сам не знаю как иначе это сказать я на самом деле не знаю кому то это вообще актуально или нет я просто рассказы просто делюсь чтобы это будет послушать нежели с какой-то целью кому-то в этом плане сделать полезно как бы протестиком вот это пригодится но я ни в чем таким не специализирует чтобы давать совет или что такое еще просто говорю о своем опыте скажем так своем знакомстве с этим нарезался снял сосисочки по у меня были клинские сосиски одни по моему и самых лучших из такого среднего сегмента сегмента ценового правда надо искать их по скидке чтобы скидки там типа 279 стоит опуски досеку 180 где-то и прям хорошие вкусные такие насыщенные метисты прямо ощущаются относительно многих других сосисок короче говоря не суть кому кинаются две тактики внезапно да у меня яд вот вот смотрите самострела химики кинули яд мопс достаточно такой толстенький мог спокойно помирает вот я кинул яд топ-топту но этому он тоже взял и помер типа зашибись сильное оружие кому одной из сильных одной из сильнейших кайф может быть я даже после замка кстати говоря фоточки вставлю потому что я чувствую что сейчас я не успею скорее всего рассказать что я хотел рассказать не про один не про одну готовку а про две даже она так как необычно кот сосиски вообще нарезал яйцо взмешал добавил яйцо по моему перца и соли и добавил зеленушечки у меня к сожалению было только замороженное ну в принципе я предпочитаю замороженное потому что зелень не продается там типа того 100 там 120 грамм где-нибудь пачка куда мне столько ее за раз не потрачу на через три дня она уже будет вялый например там лимит когда его надо использовать уже я бывает так быстро не использовать поэтому не проще зам под замораживать зелень иногда на замораживать просто накрошил ее порезал закинул контейнер да и все удобно щепоньку брали бочку вот добавил туда зелени и потом когда у меня сначала закинул сосиски с одной стороны все покрошил так когда уже картошка была практически готова наверное вот около того сосиски соответственно вручную приходится перри перекидать хотя нет помню их также помню их также у меня все это было просто в кашу смешанную то есть все в кучу там главное чтоб сосиски они не лежали на картошке иначе они просто подогреются но не будут такие прожалистые сразу ребят говорю что это не полезно я так редко делаю в принципе но иногда такое хотелось попробовать избежать и бывает хочется это и так же просто помешивал сковородку просто такими-то толчками просто подбрасыванием таким ними не что ли просто перемешиваю таким образом блины например я так вообще не умеешь или готовить и не представляет протек待 от подкидывают гостана лискала подключать с кvous рабкой движением просто намного проще чем кажется изначально на просто сама движение прочувствовать и силой не перебарщить, чтобы картошка в потолок не улетала. А то мне бывало такое, что картошка слетала со сковородки и если ты на ногу, можете приземлиться потом. А если ты в домашних тапочках и без носков, то это будет не очень приятно. Да. Немного наболевшим. Что называется. На самом деле, по-моему, настолько у меня... Такого все-таки у меня, по-моему, не было. Три тактики. Кувырок создаёт еды и облако. Тоже очень хороший аффикс, на самом деле, один из самых лучших. Наверное, потому что на халяву позволяет саму лето тебе получать стабильное облако яда. Но я обычно это внимание мало уделяю. Потом магазины посмотрим, я думаю. В конце этажа. Вот так же я это всё поперемешивал. Если какая-то сосиска где-то что-то не прожарилась до конца, то там подмешивал так, чтобы сосиски, соответственно, косались им на сковородке. И прожаривались адекватно. И потом я, когда это уже более-менее так приготовилось, я заливаю всё это уже яйцом. Соответственно, можно залить это яйцо с помидором, но помидором у меня не было, опять же. Получается такая, типа, у тебя вроде с одной стороны картошечка поджаристая, с другой стороны она получается такая не хрустящая, да, снаружи. Не такая, может быть, сухая, из-за того, что яйченко есть у тебя. С одной стороны, вкус картошки не такой, как у жареной, с другой стороны, всё равно тоже прикольно, что-то просто другое такое получается. Ауч, это было глупо. Почти без урона шёл на этаже, там. В забеге, в принципе, мало отхватывает, только плюха просто. Ну, бывает. Вот. Я тут попутно себе пилиться на свапую картинки, чтобы не забыть, про что я там рассказываю и так далее. Что-то заливает это всё, и единственное, что яйца, собственно, я брал много, чтобы у меня это залилось полноценно всё, и если много яйца брать, то получается слой очень такой внушительный у яйца, и пропечь его целиком, типа, он внизу уже приготовится, а вверху будет ещё жидковатый. В такой момент может встретиться, и потом я вот так несколько раз готовил, либо надо брать меньше яйца, либо, может быть, надо его сразу перемешивать, мне казалось. То есть я вот так потом в следующие разы, когда я делал, я когда добавлял яйцо, я сначала его немножечко ещё подмешивал, так, чтобы оно прогрелось со всех сторон, и чтобы более равномерно приготовилось по итогу. Отлично. Потому что иначе будет так, что яйцо сверху, оно будет застывать очень долго, и придётся на маленьком огне ещё достаточно долго под крышкой это всё доводить. То есть, доводил я уже под крышкой именно. Получается такая штучка, что у вас картошка пожаренная, да? При этом оно всё с сосисками и залито яйцом, зеленушечкой, что приятно выглядит даже всегда. Такая внутри картошечка, собственно, полностью готовая, пропечённая. Получается, даже прикольно. Единственное, что на сковородку, даже вот на такую большую, если таки на два небольших приёма пищи, мне хватало этого. Но таких, типа, не прям полноценно, то есть большую порцию трудно сделать, потому что ты же не даваешь сковородки доверху. Как-то портопрыгает так. Топтун за мной сейчас побежит, да, естественно. И человек ещё предлагал сверху сыром это потом засыпать. Какая интересная генерация, кстати говоря. Редко бывает такое, что ты видишь вот эту часть сверху, которая у тебя пустая. Но тут у нас заспавнился вот такой тоннель в сторону вообще уходящий. Кстати говоря, у меня оверстат опять, по-моему, немного. Это плюха будет, да. Человек писал, ещё сыром сверху можно засыпать. И чё-то как-то я... Я не то, что неправильно прочитал, я забыл, потому что я там не перечитывал перед тем, как это готовить. Я так отдалённо помнил. И сыр надо было засыпать именно когда это на сковородке, потом оно что-то дошло у тебя, то есть чтобы сыр там расплавился хорошо и так далее. Я чё-то как-то тормознул, такой я сначала вообще не собирался сыром это засыпать, а потом решил мне, кстати, капкан вообще не нужен сейчас, хоть он был отличный. Но нет, мне даже облако яда с него не особо требуется. В обычном забеге такой капкан был бы просто на вес золота. Тот, который сейчас попался мне. Я с сыром решил попробовать потом засыпать это. И на самом деле сыр вот так вот отдельно, наверное, не знаю, не особо нужен был даже. Но само по себе это выглядело более чем адекватно, легко абсолютно от сковородки там ничего не прилипло, ничего такое. Хорошо выглядело и было очень так приятно, вкусно. Но на этом я не остановился и как-то после этого я решил ещё кое-что с картошкой попробовать, о чём я расскажу уже, наверное, в течение следующего этажа. Думаю так. Сейчас давайте сначала посмотрим ещё, что у меня здесь есть. Облако ядом не нужно вообще или нет? По-моему, не особо. Я могу взять себе два танца с ножами, но я так делать не буду. Я просто двойные навыки себе так и так и так не отключаю, потому что просто лень. Нечто не мешает просто этим не пользоваться в конце концов. Ну и едкое облако, наверное, надо взять хотя бы какое-то. Поджигает землю вокруг вас, главное, чтобы лафикс у нас едет нормально. Так, а танец с ножами надо, чтобы с уроном по яду был, да. Ну и с уроном по горению, кстати, к примеру тоже может пригодиться. О, по горящему напалму вот это топчик. У меня есть напалм, да? Да, у меня есть напалм на клыках. Так, мне теперь надо заменить клыки, значит, и заменить самострел алхимиков в диаре ещё. В магазине есть, найдём. Я, наверное, даже, знаете, как сделал? Я, наверное... Ах, блин, а у меня здесь... Я пореролил, и походу я... Я чё-то как-то не помню, как я здесь реролил, если честно. Как я не соображал, скорее всего. Я возьму эти клыки, у них урон по кровотоку есть хотя бы. Кровоток у нас не только станет с ножами, но и сетка облака работает, поэтому будет стабильно, вполне себе. Так, где-то ещё должен быть магазин. Вот он, да. Надеюсь, что он был с оружием. Я очень надеюсь. Он был с навыками. Ну, значит, посмотрим навыки ещё какие-нибудь. Ничего интересного. Здесь тоже. Ну, поскольку мы на гиганта идём, то кавкан нам не нужен. Он на нём бесполезен. Практически полностью. Только ради аффиксов, разве что. Всё, идём дальше. Наверное, после этого этажа тогда сделаю вставочку перед гигантом. Касаем того, что я сейчас готовил. Потому что я сейчас рассказывал, точнее. Так, отмечу себе здесь тайм-код, собственно. 3145. Тут буду вставлять, собственно. Сначала я залил маслице, добавил туда специй. И закинул туда картошечку, порезанную кубиками. Её было не очень много, потому что надо учитывать, что потом дальше пойдут сосиски. И потом всё это зальётся ещё яйцом. Поэтому, чтобы везде сковородка была забита картошкой, так не надо. Далее, соответственно, я её там обвалял, чтобы она вот так вот примерно вся была красиво выглядела в специях обваленная. Там уже я немножечко прижарил её, правда, сразу же. Здесь уже на этом этапе. И на этом этапе примерно я вот порезал сосиску. Размолол где-то 3 яйца там было у меня. Сдавал туда перец, соль из зелени. Сосиски так, я достаточно толсто разрезал, чтобы они не были сухарями, скажем так, чтобы что-чуть на то, что они будут жариться с двух сторон, то чтобы они были такие средние толщины, достаточно толстенькие. И, соответственно, к этому я добавил сосиски, картошки. Пока она доготавливалась сосиски, соответственно, тоже приготовились уже. И потом я всё это добро уже такой более большой огонь поставил обратно. Хотя он до этого был, по-моему, нормальный. Чтобы так, сначала у меня яйцо припеклось. Соответственно, я залил. А потом я уже поменьше ставил огонек, чтобы он и накрывал крышкой, чтобы оно просто сверху доходило. Но, опять же, я бы, наверное, может быть, стоит поначалу её перемешать, но единственное, что может образоваться тогда омлет какой-нибудь. Себе такими катышками, не знаю, образоваться. Я не уверен, как именно надо доводить, чтобы яйцо сверху прихватилось хорошо. Что у меня заняло какое-то время. Ну и потом я просто такой лопаточкой это всё разрезал, ну легко разрезал, что у меня получилось. От порции вот здесь на фотографии будет у меня. Там, получается, картошечка, там кусочки есть. Сам, так, в принципе, омлетик и сосиска. Ничего такого замудрённого, но достаточно вкусно. Внизу оно у меня там ничем никак не пригорало. Можно тоже, ставлю фотографию. Потом я пробовал засыпать это сыром немножечко, да, так. Он там потом подплавится сам по себе, потому что это у тебя горячее. Но сыр, наверное, если добавлять, то, конечно, тогда, когда оно у тебя ещё на сковородке есть, чтобы оно вот подзапеклось ещё с ним именно вместе. Так, наверное, будет именно лучше. Но тогда учитывать, что застывший сыр уже будет не настолько вкусный. Поэтому либо это съедать за один раз, либо, не знаю, как оно там сохранится, в общем-то, дальше. Но в целом, вот такая вот штучка, то есть, казалось бы, яичница, да, то есть как-то омлет. По классике жанра с сосиской. Помидорчики туда тоже по классике туда отлично заходит. Кстати говоря, я после переката отхиливаюсь, да, потому что облакояда у меня. Но вот так забавно получается с картошечкой и мне вполне себе понравилось так. Интересно надо попробовать. Хотя чаще мне всё-таки хочется и больше нравится картошка отдельно, то есть вкус именно жареной картошки, когда она ничем таким не залита. Это, знаете, как немного напоминает как с пельменями. Есть жареные пельмени, а можешь жареные пельмени залить ещё водой, чтобы они проготовились лучше со всех сторон, но они тогда не будут хрустящими такими. Вот, типа, вот, что-то вот в этом духе напоминает немного мне. Потому что яйцо выступает вот в похожей, в похожей функцию выполняет, как такую, знаете, как это сказать, тушение, как будто бы картошки. Во. Так, погнали. А гигант у меня... А, тихо-тихо. О, нормально, быстро убили, кстати, его руку. Ну и, в принципе, у нас дамага, на самом деле, достаточно вполне. Я даже сейчас спокойно его выносил, по-моему, с этого самого, как его, чисто с когтя, мне дамага его вполне хватало. Ну, вот видите, да, что делает коготь, что делает самостоятельно, химика. Чё у меня живучести так много? Я не понял. Почему у меня так малой брутальности так много живучести? И что делать, конечно же, надо называть про оверстат. Да, у меня параметров снова собралось прилично. Опять же, ребят, не так было много допсвитков каких-то, были просто двойные удачные попались мне, судя по всему, я уже плохо помню. И маршрут. Маршрут решает сильно. Маршрут фрагментов больше, вот себе. Итог. И другое, ребят, что я готовил, тоже было связано с картошечкой. Я что-то как-то... Знаете, обычно бывает картошечку делают ещё с лучком, бывает. Сумострел химик, я не помню, у него есть какой-то аффикс, интересно, или нет. Кстати, у неё, мне кажется, или... Обычно пишется аффикс плюс сто процентов на симвы и получаем в урон, а здесь пишется плюс сто процентов на симвы урон и плюс сто процентов получаем в отдельными, типа, строчками такими, я не уверен. Так ли это пишется обычно или нет. Я его, кстати, возьму, потому что у меня самострел очень отстойный. У меня он низкого уровня. Он мне ни с какими аффиксами ничем не играет сейчас. Он мне просто такой не нужен. Правда, единственное, что этот самострел сейчас этот аффикс потерял, и... Это, конечно, не так уже круто выглядит. Вряд ли здесь что-то такое прямо у него, по-моему, то ли огненный след? Ну, помню, короче, что у него там. Есть ли у него что-то легендарно-звездное? И, кстати говоря, есть по горящему напалму дамаг, и я это возьму. Мы идеально просто нашли аффиксы. Очень повезло. Идеально аффиксы встретили, и звездный, причем идеальный, тот, который нужен именно. Очень повезло, поэтому мы, скорее всего, с ним до конца игры уже будем. И погнали в королевский замок. В винокурню сейчас я не хочу. Другое, в общем-то, я делаю обычно, типа, картошку делаю с лучком, бывает иногда такое, да? Соответственно, лучок он готовится достаточно долго. Хотя мне лучок нравится, бывает иногда такое, знает, что он постепенно отдает свой горечь, становится потом сладким таким, да? А мне бывает нравится такое, что он когда не совсем такой в кашицу уже практически, да? А когда он немного, но зубах еще чувствуется, когда он такой прям сладенький, но как будто не до конца дожаренный, не до конца готовый как будто. Не знаю почему, бывает иногда мне нравится именно такой, который вот, эта сладость как-то она приятнее ощущается у него. Но лучок сам по себе долго готовится, и поэтому если готовить с картошкой, наверное, либо его сразу кидать, либо одновременно с картошкой, либо я не знаю. И тут я как-то вспомнил, что когда-то вроде как видел фотографии, как вот типа сервируют, подают картошку с фиолетовым лучком. Там красный лук такой, типа, ну, фиолетовый выглядит. Называется, по крайней мере у меня в перекрестке красный лук репка. А, лук репка красная, что-то такое. Он такой, типа, если кто не любит лук, то на него это не проецируется. Он тоже, конечно, пекучий, когда ты режешь его, немного может пробить на слезы, но в десяток раз меньше, наверное. Но его хоть живьем я могу есть. То есть, я не какой-то, знаешь, там как видео бывает на ютубе, там где много таких всякого, где кто-то лук ждет на халяву, просто так живьем кто-то еще чего-то. Я не из такого разряда, но этот лук, он прямо, он именно такой сладенький. Он в салаты добавляет живьем так, большую пекучесть, но он сам по себе сладковатый и очень приятный. Так вот, и вот я как-то вспомнил, что видел фотографии когда-то давно, что вот картошка как раз-таки с этим луком еще бывают, подают и делают, и мне захотелось что-то такое. Я не знал, когда, сколько именно его надо жарить, я хотя подозревал, что скорее всего меньше надо, наверное. Но на всякий случай я посмотрел в интернете, и в интернете писали как-то по-разному. Некоторые сразу жарят лук, потом добавляют картошку, либо одновременно картошку и лук, а некоторые почти готовят полностью картошку, а потом добавляют уже лук. То есть разница на самом деле в том, сколько времени он будет готовиться, просто по итогу колоссальная, потому что пока там картошка приготовится, а только потом лук будет уже. Разница большая. Я решил рискнуть и готовить лук, именно что в конце закидывать его. И вот, в общем-то, я хотел сделать картошку с лучком, попробовать, и просто все сделать, знаете, так, казалось бы, ничего такого замысловато, а просто жаренная картошка, но все сделать по красоте, вот так, как мне просто вот нравится и что это просто вот аж выглядит приятно. Это прям мне безумно понравилось. Сейчас я об этом, собственно, расскажу. Такие, ничего такого хитрового вроде как, но небольшие такие детали, которые вроде как мелочь какую-то добавляют, да? Но вот ты где-то не добавишь чесночка, где-то не добавляешь какой-то специи, где-то еще что-то такое проигнорируешь. Я вернулся туда, откуда пришел. И постепенно все потеряется, этот весь шарм, этот весь вкус картошечки изначальный. В общем-то, я также добавлял масло. Далее я добавлял тимьян, базилик и орегано. Розмарина у меня 100% в этом рецепте уже не было, потому что у меня он закончился. А в перекрестке он, падла, не продается чаще всего. Сушеной версии я его не могу там найти. А свежее я видел в некоторых перекрестках бывает, которые побольше, а в моем, который ближайший, у меня он поменьше, и там нет розмарина обычно. Да и свежий розмарин, блин, я его столько не снюхаю, не сьюзаю. Да. Я имею в виду, что типа не заюзаю его с так много, ну камон, немножко надо. Куда мне там его 70 грамм, например? Он меня свянет за это время. Аккуратненько. Поэтому розмарин у меня регулярно заканчивается, а идти за ним надо в дальний магазин какой-нибудь. А тихо-тихо-тихо-тихо! Опаньки. Передышка аж сработала у меня, там была на откате бронежопа моя, и из-за этого не возник сейчас косяк. А, кстати говоря, можно посмотреть, как мы хиляемся. Вполне себе достаточно быстро, не надо прямо долго ждать, на самом деле. По проценту хиляемся где-то так, да. Оказывается. Хотя бы аспект сделан не так душно. В то же время ты больше можешь, с большей радостью можешь этим злоупотреблять. В общем-то, и вот эти специи, да, и вот очень важно дальше, я добавлял туда... Ай-яй. Я добавлял туда чесночок. Чесночка где-то два зубчика примерно я добавлял. И вот он там очень-очень всему. Ты его туда кидаешь. Так, давайте сейчас это возьмем. Ты хорош. Меня же сейчас убьют таким тэпом, а. Мне надо отхиляться немножко. Вот теперь, типа, как этот аспект используется. У тебя хворь растет постепенно, но это дает тебе гораздо больше профита по факту. Я вот не знаю, можно ли больше настакать хило, чтобы мощнее хиляться. По-моему, нет. Или если из зоны в зону разные тыкать, вот так вот. Не-не-не, из зоны в разных навыках, помните, если не хиляет. Такой, очень рукозадный аспект. Ну, потом еще, может быть, выводы итоговые касаемо него я потом подведу. Вообще-то, пару долек чесночка, либо его в чеснокодавку, либо можно вручную порезать. Мне кажется, вручную даже может быть лучше, потому что он так... Меньше будет, может быть, там, не знаю, больше кусочки. Но, по-моему, без освообразия это не почувствуется даже. Я его просто в чеснокодавку в итоге запекал. Если не лень мыть, то проще так, наверное. Хотя мне бывает просто нравится банальный чесночок вот так вот. Резать меленько. Я вообще люблю резать что-нибудь такое. Всякое. Особенно, когда ножи острые есть. Так вот, в общем-то, это разогреться, и чесночок прям дает мощнейший аромат, как Обломов говорит, чтобы он отдал свою борзость, потому что он такой прямо... Ну, такой мощная такая штука. И когда ты вот так вот его разогреваешь, и над ним вот, допустим, так... Над сковородкой голову поставишь, ты прям почувствуешь, что у тебя эффект как от лука. У тебя тоже глаза начинают заплакиваться аж от аромата чеснока такого мощного. Но он прямо приятную такую пикантность добавляет. Я в детстве, помню, вообще не любил всякий лук, чеснок, не понимал, в чем прикол. Но, блин, это прямо шикарнейшие специи... Не специи, блин, добавки, не знаю, как назвать. Корректно будет. Ну, овощи, да, понятно. Я имею в виду, что они такую функцию дополнения вызывают, выполняют. Просто это выполняют на 10 из 10, конечно. Вот общество масла, туда специи, чесночка. И потом я также, примерно такими же кубиками, как и в прошлый раз, я нарезал картошечку и нарезал в том числе еще одну луковицу примерно на 4 картошины, такие средние. Я нарезал примерно вот одну луковицу примерно такого же размера, как картошина одна. То есть примерно 20% от объема картошки я добавлял лука, ну, по-моему, можно хоть 30%. Мне, честно говоря, будет только в кайф, потому что лучок, он очень вкусный. Это вот кто любит маринованный, например, лучок такой, знаете. Я думаю, что такой он другой, вот этот, да? Но я думаю, что он вам тоже бы понравился очень. Меня, допустим, всегда с селедочкой маринованный лучок просто обожал, прям лепота. Маринованный лучок, в принципе, его может, не знаю, хоть пачками хавать, надо бы мне как-нибудь... Надо вот не забыть себе и посмотреть, как сделать маринованный лучок. Он, по-моему, легчайше делается. А я его прям дико обожаю и хотелось бы его так нафигачить, возможно. Что потом можно было кушать. Лучка, собственно, нарезал примерно так процентов 20-30 от веса картошки. Накидал туда картошку. Опять же, так обвалял все, как я говорил, сковородку просто помешиваю. Вот так, давайте пока за сундуком сбегаем. Чтоб это все было в специях. Какое-то время это у меня прижаривается. Постепенно так подрумянивается очень красиво. С разных сторон. И потом я туда, когда картошка уже примерно вот как раз-таки готова, может быть, там чуть-чуть еще и можно пожарить, да? Ну, не обязательно даже. Уже тогда заваливаю лучок и капкан я себе не беру, я думаю, даже. Нафиг его надо. Хотя, а можно взять. Зачем мне едко облако, например? Вопрос возникает больше. Мне едко облако вообще не сдалось. А капкан отличный. Мне сейчас на деснице поможет. Немного его больше можно будет заспамить и унизить его. У меня там даже портала нет. Это отлично, кстати говоря. Пробежимся. Так, я не подучий синий. Срезая, я лучше больше расскажу. Лучка засыпаю туда и просто так же перемешиваю примерно так, просто подкидывая. И тут происходит просто для меня магия. Лук отдает такой нереальный аромат. Просто резко, знаете, такой типа. Вроде как все нейтрально, да? И резко вдруг появляется просто офигенно. Офигеннейший просто запах какой-то. Не знаю, это и выглядит так прикольно достаточно. Но вот как он резко, знаете, что-то срабатывает у него какого-то переклинивают и все. Лук пошел работать, лук пошел фигачить. Это просто балдежнейшее. Он постепенно так подзапекается. Его я жарил недолго. То есть так, просто на вид смотрится там, не знаю, сколько ни на среднем небольшом огне, наверное. И помешивая регулярно, перемешивая. 35 параметров опять, кстати говоря. Он в итоге так немного сморщивается, что выглядит, не скажу, что слишком аппетитно. Мне в дискорде написали потом, что типа похоже на червяков чем-то. Честно говоря, мне не напоминало их. Но первый раз у меня не так красиво это получилось. У меня еще зелени было очень мало и только замороженное. И в общем-то он так вот поджукляется немножечко, да? И становится очень сладким. И с картошкой это просто нереально сочетается очень вкусно. Здесь я ставлю себе второй тайм-код. 39-31. И буду вставлять как раз-таки эти фотографии, как я сначала, собственно, заливал масло, добавлял туда, получается, и специй. Там видно, что уже там и чесночок тоже. Подразогрет такой тоже. Я там размешивал так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Чтоб он был не комом одним. Там видно, как раз, на второй фотографии у меня картошка, лук, две дольки чеснока. Вот примерно такое у меня было соотношение, как на фотографии. Но лука я бы добавил даже больше. Второй раз, когда я готовил, я добавлял больше его. Там видно тимьян, базилик и орегано. Орегано, опять же, не знаю зачем. Тимьян хорошо. Остальное, мне кажется, опционально. А, я забыл еще сказать про перец, но это я потом расскажу тогда. Примерно такое соотношение было. Собственно, закинул туда картошку, перемешал это все, чтоб она красива была так вся в специях. Это уже так выглядит совершенно приятно. Она, правда, блестит так из-за масла. Ее масляных жирных небольшой фанат. Но иногда вот от такого, например, у меня было даже нормально вполне. Она так постепенно подзажаривается. Тут можно ее больше накидывать, не так, как было в первом у нас рецепте, потому что там у нас яйцом заливалось. Здесь у нас просто лук добавляется. Она так подзажаривается. И потом я туда закидываю лучка просто вот так вот сверху. А, я еще и на всякий случай я его так разделял вот эти вот на такие ломтики. Я лук делал пополам, а потом его нарезал. И вот эти ломтики я вот так вот на колечки эти оставлял полукольцами, чтоб они не лежали пластами прямо целыми. И тоже перемешивал это все. И потом так потихонечку закрытой крышкой, по-моему, доводил. И вот так вот оно через несколько минут, наверное, выглядело на сковородке уже. Может быть, еще немножко я после этого прижарил. Вывалил на тарелочку. У меня там был еще шницель, но шницель я еще не показывал, как я готов, потому что он у меня был до этого еще. Готов. Так вот. И вот так вот это выглядело у меня на тарелочке. Лук не скажу, что выглядит прямо сильно аппетитно на этой фотографии, на первой, да? Добавить туда еще сметанки. А, и когда, да, и когда я добавил туда лук и перемешал все это, я добавлял туда еще перца и соли. И потом с этим тоже еще перемешивал. Соль именно когда лук, потому что чтобы лук дал больше сока своего. Ну и поперчить тоже там дело святое, собственно. И само собой, это в первую очередь со сметанкой. Не надо туда никого, ни майонеза, ничего такого жирного. Именно со сметанкой. Это просто балдежнейшее. Просто кайф такая, знаете, картошечка прям... Прям офигительно. И лучок там максимально в тему. Он такую приятную сладость дает. Его прям можно и... Можно и нужно больше добавлять, чем здесь было. Потом я через день где-то, на следующий день, по-моему, я еще раз готовил это. И у меня уже получилась такая более итогово... Итогово более красивая, наверное, живописная фотка. Наилучше сфоткалось, в принципе. По качеству. Как это выглядело? Справа у меня со сметаной. Лучок и зеленушечка сверху. Это укроп с петрушкой у меня, по-моему. Они свежие были. Я, точнее, их кинул за мороз, но они не успели заморозиться еще. Вот так вот сверху тоже их покрошил. Это просто... Ну, это балдежно выглядит, согласитесь. Просто вот... Просто даже выглядит красиво. Вы же простите, ребят, кто сейчас голодный, кто хочет покушать. Я, значит... Я в начале серии сказал, что сегодня будет пройду, поэтому надо было... Надо было учитывать, если вы ничего не приготовили, ничего никак не подготовились к этому моменту. Приятная птица, кстати говоря, кто кушает, да. Если мало ли что вдруг. И вот эта картошечка просто я кушал и кайфовал. Серьезно, это было... Прямо очень хорошо, прямо очень вкусно. Я меняю себе мутации, я беру себе передышку, я беру себе... Вот эту фиговину, которая называется поддержка, и я беру себе... Ничего больше. Не знаю, что еще брать. В упор можно взять, но у меня дальних атак только лук, что ли. Я не знаю, даже яд будет работать с этим или нет. С этим. Следующая атака... Ближний убой, вообще-то дальний убой. Неправильный период, по-моему. Я не знаю, что мне отсюда брать. Нечего. Можно, знаете, что взять? Я знаю, что взять. Инстинкт, ружина мастера. Не знаешь, что взять, и у тебя оружие скритующее, то бери его. В общем-то, ребят, лайкусик за такие... Рассказы? Я не могу в каждой серии их рассказывать, я бы это повторяю, это потому что многие хотят, многие поэтому скучают, но я не готовлю что-то новое для себя, не испытываю что-то такое каждый, блин, 5 дней. Я думаю, вы тоже и должны меня понимать в целом в этом. Сейчас мы действительно должны порвать по дамагу. Посмотрим, что у нас тут будет. И погнали, и погнали. О, наш дамаг. Полетело нахрен. Я говорил, урона будет много. Потому что у меня оверстат, у меня просто сам яд фигачит только в путь. И все, десницы готов. Я ждал идеального момента для броска капкана в конце, поэтому так сначала ждал с элиткой этой. Десницы без урона тоже. Очень легко, потому что просто сильный забег. Да, в таких играх, конечно, тоже важно грамотно и правильно распорядиться тем, что тебе дает игра. 40 минут ровно. Идеально просто, да? Кайф для глаз перфекциониста. 4 босса без урона. Не знаю, у вас получится или нет. Можете теперь взять себе самостоятельно химика, а у нас и так 10-го. А, после гиганта 10-го выпадает? Фига. Прикольно, я думал, что именно просто десница выпадает 10-го уровня легендарка, а после гиганта 9-го все еще. Вроде на последнем этаже как раз таки или на этом самом как его пещере можно найти более высокого уровня, если попридется сама по себе так на этаже просто встретиться. Но шанс на это очень маленький, потому что у тебя легендарка типа там по-моему на легендарный алтарь у тебя шанс повышается с каждой локации на 15%, если тебе легендарный алтарь не заспаунился. Я не уверен, как это работает после первой легендарки, после первого дропа. Но если тебе первая легендарка в забеге вот так вот на полу попалась именно в пещерах, то тебе очень повезло, что она тебе до этого не попалась ни разу. Получается как-то так. Подрывников все равно я не привык например доджить при помощи такого пригибания, да и мне это по-моему не особо надо. Обычно с этим проблем не возникает особо. Подрывники на самом деле опасные мобы относительно. Но опасные именно что для скажем так, когда ты с ними знакомишься еще, когда не так чувствуешь игру, потому что подрывник все твои планы он подрывает, как бы это логично не звучало забавно. Ты привык допустим доджить как? Ты можешь выучить паттерны всех врагов, можешь понять как от кого из них доджить, но все это не имеет смысла если враги тебя бьют толпой или если подрывник заставляет ориентироваться чисто по нему, когда себя бьют остальные мобы. Аналогичность библиотекарем. Подрывник выполняет схожую функцию, но делает ее гораздо лайтовее, потому что от него ты можешь во-первых убежать, во-вторых он бьет только один раз, ты можешь его сбить, то есть это библиотекарь на ультра-минималках. Хотя когда-то подрывники были элитки, их были адовейши дикие, потому что у них были способности такие, которых не должно быть у подрывников, это типа электрического поля, которое постоянно меня убивало с проклятием, потому что типа там подрывники, которые с полем этим, не помню, не с полем точнее, а с электричеством вращающимся, они с ним прямо так летали, электричество никуда не девалось и просто на тебя могли налететь спокойно, это был просто ад, если я ничего не путаю. по-моему этот модификатор элитки у них убрали, возможность появления его падла, ни хрена себе, достал, все-таки не ожидал, специально такой не уклонялся, причем пешком так шел, был уверен, что не достанет до меня, куда я самым не идти? Я потерялся, так, а там еда есть, кстати говоря, можно подкрепиться, мне вот сюда направо. С этой структурой из этой локации до сих пор бывает иногда так, забалтываюсь, потом бац, я потерялся. Почему я, а у меня два ключа уже, окей, я такой думаю, почему я пришел уже к башне, но не нашел еще вид, а я уже нашел оказывается, все, у меня уже два ключа есть. Картошечка сегодняшняя наша тема была, блин, я не знаю, кто как, у меня с картошкой забануть, какое отношение на самом деле было, я в детстве картошку вообще не любил, особенно не любил пюрешку, точнее, я не любил именно из настоящей картошки ее, я любил ту, которая, знаете, такая из хлопьев, которая ненатуральная совершенно, которая просто заливается молоком и заваривается, которая такая жидкая-жидкая и вкуса картошки практически не имеет. Почему она мне нравилась? Она мне нравилась потому, что она была не сухой совершенно для меня. Обычную картошку, например, если я съел, то есть если я ее ел, мне казалось, она всегда дико сухой. Мне, не знаю, там от пары ложек картошки мне хотелось там стакан целый выпить, запить. Потом я понял, что на самом деле дело было не в картошке в основном, во-первых, немного у меня вкусы перестроились, конечно. Во-вторых, мне просто всегда ее готовили слишком сухую. Я ее готовлю только на молоке. Заливаю ее потом то есть именно молоком. Ать. Вот, 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 вот. Какой смысл умения уборачиваться в библиотекаре, если тебя другие мобы зажимают и наоборот, соответственно. Какая польза от уметь доджить птицу, если тебе мешает библиотекарь это делать. Таким моментом тебе в гайде, например, какому-нибудь будет трудно обучиться. Потому что постепенно это надо просто в таких ситуациях понимать, что делать. А таких ситуаций будет много. Либо разбирать каждую из них отдельно, что ли, я не знаю. Или, например, как-то. Вот, вообще-то пюрешка я в детстве как-то не любил. Но любил вот эту растворимую штуку. Я не понимал, почему многие такие, типа, на браховах валили, типа, такое, что если пюрешка из картошки нормальная, то прямо говорили такой, типа, во, из нормальной картошки. Не вот эти хлопья растворимые, невкусные. А мне вот эти именно хлопья такие. Картошка такая почему-то именно и нравилась. Не знаю. Обычная мне, вот я говорю, была сухой какой-то. Казалось всегда. Но как-то у меня перестроилась и, в принципе, в детстве, что готовилась картошка, почему-то она была именно реально сухой такой готовилась. А дядя это не заметил тебя. Уже продавал эмулет. Сейчас же, наоборот, мне вот эти хлопья кажутся не то, что безвкусными, но нравятся намного меньше. Я их делал, наверное, последний раз лет 5 назад, не знаю. И тот того, что они просто у меня были. Хотят что-то быстро перекусить. И сейчас я картошку дико обожаю, но, конечно, делаю ее именно на молоке. И люблю побольше даже молока, так что более-менее такая жизненькая была. А сейчас, допустим, люблю вообще пюрешку именно и еще такую зажарку из лука, допустим, добавлять и может быть из моркови. Но мне кажется, что про подобное что-то я уже говорил когда-то, поэтому не хотелось бы практически одно и то же рассказывать. Мне клыки можно поменять. Если я найду у них что? А я ничего не найду. Нет, я могу найти у них поворон по горящему напалму и по отравлению в идеале. По горящему напалму есть. Судар в спиду есть еще. У меня горячий напалм работает, это будет лучше. Да, это будет лучше. Смотри, алхимика мы вряд ли найдем лучше наше, потому что 100% ворона по горячему напалму и нашли афикс идеальный. Опа! Какие клыки! Вау! Просто идеально. Так, ну и погнали, в общем-то. Думаю, потихонечку на выход. Причем так забавно, что вроде как я картошку в детстве не любил, хотя я зачастую там, допустим, летом я жил в Беларуси, а там в Беларуси я не знаю, откуда мемы вот эти про Беларусь и картошку, честно, понятия не имею, откуда это все изначально взялось, но вот серьезно, без рофлов, у нас, допустим, там участок был, да, и там получастка росло картошки. И у всех соседей, по крайней мере, у той дачи, которая у нас была, там у всех почему-то пол, вот, систематически половина огорода картошки. Я не знаю, с чем это связано, ничего против не имею, картошка сейчас, я обожаю, но в детстве я в том числе вареную картошку, я чисто, если просто вареную картошку, если сам ее сделаешь, почему-то мне не очень заходит. А когда ее делает, например, на даче, у меня жена и баба делали ее, то вот это было прям офигенно вкусно, казалось бы, вроде как простая картошка, но не знаю, масло, может быть, какое-то в ней, или что-то такое еще. Но нахрененно вкусная почему-то какая-то, не знаю, как там что готовится, даже вареная просто. Но все равно, я так чаще всего ем пюрешку, режу жареную картошку, потому что ее хочется съесть сразу, и она все-таки вреднее, масло, все такое. Вареную еще режу, потому что чаще всего из вареной я просто делаю пюре в итоге. Как-то так. На даче у меня еще папа, женой любит делать пюрешку не на молоке, а на сливках вообще. Но на сливках это что-то жирно, но не в плане того, что типа жирность, а в том, что что-то как-то дороговато, потому что, камон, это выйдет, там, не знаю, сливки, они ж, не знаю, в 10 раз дороже молока, во сколько там быстро коллекционер ситверят кисает. Я как-то не обратился сейчас на это внимание. Так, 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 бьем его, и теперь еще. Добавляем, и он уходит сразу еще пить банку. И фигачим еще почти, ну, не фулл фазу, конечно, смеем эту, но нормально. Близко было. Так, банк уже пьет. Я пью банку. Тихо. Изи, ноу-хит, 4 босса и без фляжек забег. Окей, хороший забег. Касаемы токсикомана, хороший аспект для того, чтобы просто смотреть на новую клетку босса, чтобы если у тебя проблемы с хп, что ты хочешь, допустим, поиграть еще, знаете, это как вот накрутить себе бесконечное здоровье, не знаю, практически. но при этом, если ты хочешь упростить игру, но не крутить сложность игры самой по себе, в том плане, что там не крутить статы врагов, не повышать себе просто урон, не упрощать ее каким-то еще способом, а просто так, что ты мог вот дольше поиграть, дольше пожить, больше сделать выводов. как для обучения, если этим пользоваться, то руками, ногами я за. Ну, или если, допустим, человеку трудно, то почему бы не выкользоваться аспектом, чтобы хотя бы какой-то игровой опыт от клеток, допустим, получить. Конечно, лучше, если ты постепенно сползаешь с этого, но если человеку по-другому трудно, то ничего не видишь зазорно в том, чтобы играть в пользу с чем-то таким, допустим, если человеку это нужно. Но сам аспект крайне безинтересный, потому что никакого уникального, скажем так, опыта тебе не дает. С другой стороны, если смотреть на то, как изначально позиционируют себя аспекты, то он вполне себе подходит. И он не может работать как мутация. Я думал об этом. Как мутация, это слишком обузящаяся штука, потому что бесконечный хил. Если ослабить его, чтобы яд на вас в принципе не работал, то это будет бесполезный, бесполезная мутация. Ну, типа яд у тебя мало где встречается. Единственное, что, как писали, по-моему, в комментариях, хорошо было бы добавить, например, мутации мазохист, то, что от яда ты будешь либо, ну, просто не будешь получать урон от яда. Вот это мазохисту было бы хорошо, потому что мазохист, мутация та, которая сама по себе не особо актуальна. То есть, ее мы юзают, ну, откровенно говоря, очень редко. Типа урон от ловушек снизу до 10% под максу З, а сейчас он 30% изначально. Разница не шибко большая. Чем дальше, тем ты меньше его юзаешь. А вначале у тебя ловушки, в принципе, тебя слабее дамажат, чем на поздних клетках. И вот мазохисту добавить какой-то бонус вот такого плана, да, как защита от яда, почему бы и нет? Это даже самой мутации подходило бы с точки зрения ее особенности. с точки зрения того, что он из себя собственно представляет. И я себе сейчас, значит, беру, чуть не забыл про это, да, я беру себе, соответственно, разряд молнии и мы проверяем, как он работает с неумолимым. Что именно будет прикрываться? Хорошо было бы взять вампиризм сейчас, на самом деле, блин. Наверное, я возьму себе сейчас, ребят, вампиризм, перезапущу. Вот так. Быстренько. Это стоит проверить все-таки с вампиризмом еще. Я возьму себе два вампиризма, чтобы меньше ждать отката. Посмотрим, что он нам, как это будет именно работать. Мне кажется, что разряд молнии просто сам по себе, он себя будет убивать, но оставить себе потом какой-то кусочек ХП, который, соответственно, позволит себе не умирать, я думаю. А с вампиризмом он, соответственно, не должен тебе, в принципе, тралли-эффект сжирать вообще. В теории так. На практике, сейчас посмотрим, может оказаться такое, что разряд молнии игнорирует, например. То, что он через щит, например, тебя пробивает вообще. Давайте посмотрим. Да. Видите? Причем, смотрите, у меня ХП, большая доля ХП у меня осталась так, и у меня ралли-эффект вообще не пропадает. А, стоп! Я постоянно получаю урон, поэтому у меня ралли-эффект дальше не снижается. Лол. Охренеть. Если же я возьму себя вампиризм, у меня тоже ХП остановится тогда, когда я начинаю получать красный урон. Вот так. Если я буду бить сейчас врага, то, соответственно, у меня будет ХП восстанавливаться и понижаться обратно. Но проблема будет в том, что враги будут меня прерывать, скорее всего. Вот что мне кажется. как бы мне это так проверить, чтобы враги не умирали слишком жестко. Знаете, как? Так сделаем. Да, блин, меня это даже прервет. Ну, а как я проверю, а? Кстати говоря, да, у меня, собственно, урон, который у меня идет, когда у тебя один ХП, с этим аспектом, соответственно, тебя убивает. Про то, что я как раз и говорил. Единственный свой, собственно, способ помереть с этим аспектом. Это любопытно работает в теории, да? То есть, ты такой смотришь, ты можешь бесконечно вообще жарить с этим электричеством. А где ты это будешь использовать? В раз возникает. Интересная мысль. Потому что тебе просто не дадут такой возможности. Если бы тебе все враги сбегались бы, тогда да, тогда без вопросов, тогда хорошо. Но так, допустим, вот я получаю урон, я получаю, у меня сбивается, во-первых, эта штука. Это первое. Ну и второе то, что вот, я врагов по кругу практически всех убиваю, и только если за мной толпа какая-то следует, только ее я смогу потом далее убивать уже. А к ней инквизиторы всю малину вообще погонят, потому что ты не можешь во время этого уклоняться. Посмотри, как это с разряда молнии сочетается. Я, честно говоря, думал, что у тебя хп будет понижаться, и так, что у тебя, знаете, первый удар тебя нес 20% в урон, например, следующий 30% и первый 20% ралли полностью пропали. Я думал, что это будет так, а в итоге у тебя они вроде как, смотрите, он, видите, он так отсекается поначалу. Первые кусочки такие небольшие урона, да? А когда у тебя удар заполняет всю шкалу, в итоге получается так, что она останавливается. Мне трудно это сформулировать, знаете, так без, чтобы не по пальцам это объяснить, а вот так словами чисто. Честно говоря, не ожидал такого именно эффекта. Но как так это сочетается. Может, писать, ребят, свои мысли касаемо аспекта токсикомана. Своё впечатление от него я примерно рассказал. Пишите мысли, в принципе, касаемо того, что у нас было сегодня в серии. Будет интересно почитать. Надеюсь, что вам было интересно и приятно послушать, провести время. Если это так, ребят, то подписывайтесь на канал, я буду очень рад. Старайтесь, комментария, с этим видео тоже будет очень приятно. Поступайте на сервис в дискорде, идите пообщаться. Ну, а я же знаю, ребят, в хорошем настроении, такого же дня. Всем удачи, до встречи. Всех усь-пусь и всем пока. Пока.